Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я хочу начать новое прохождение Скорима. Заключаться оно будет в том, что я буду проходить гильдии. Собственно, я проходил Скорим уже бесчисленное количество раз. Это новый персонаж, которым я побегал, ну не знаю, ну часик. Может так. Как вы видите, у меня стандартная броня гильдии воров. Ничем особо мой перст не выдающийся. Это не то, что Марс, который был просто невероятен. Вот. Это мое первое прибытие, собственно, в Винхельм. Мне уже стражник рассказал, что мальчик по имени Авентус Аритина проводит черное таинство. Что ж, давайте к нему наведаемся. Сладите нашу еду! Отправляете наш город своим присутствием! И отказываетесь помогать Ульфрику! Но это не наша война. Поэтому мы и не встаем ни на чью сторону. Здорово, дядька из Громорда. Еще. У меня стоит мод на расцвет городов Скорима, поэтому Винхельм выглядит немножко иначе, чем мы привыкли к ванильным Скориме. Это правда? Ну, о чем все говорят? Авентус Аритина творит черное таинство? Хочет призвать темное братство? Ох, Гримвор, ты всегда веришь разным глупостям. Нет, конечно нет. Это просто слухи. Ладно, тогда я с ним поиграю. Он живет рядом. Я постучусь к нему и... Нет, нет, подожди! Он и его дом, они... Проклятые. Ну-ну-ну-ну-ну. Проклятые. Конечно же. Милосердная матушка, пошли мне свое дитя, ибо грехи недостойных должны быть омыты в крови. Здорово, пацан. Вы пришли! Я знал, что придете! Получилось! Я знал, что вы придете! Я знал! Я творил черное таинство снова и снова с телом и со всем остальным, и вы пришли! Ассасины из Темного Братства! Да, конечно, черный таинство. Так долго. Но теперь Темное Братство здесь, и вы примите мой контракт. Контракт. Моя мама, она... Она умерла. Я... Я теперь совсем один. И они отправили меня в этот ужасный приют в Рифтоне. Благородный. Начальница там. Злая, жестокая женщина. Ее зовут Грела Добрая. Но она совсем не добрая. Она ужасная со всеми нами. Тогда я убежал и пришел домой. Я сотворил черное таинство. И вы пришли. И вы убьете Грела Добрую. Хорошо. Да будет так. Мы отправляемся в Рифтон. Собственно, Рифтон. И благородный сиротский приют. Кто будет отлынивать, получит Тумаков. Я ясно выражаюсь. Да, Грела. Да, Грела. Да. Вот еще что. Чтоб я больше не слышала про усыновление. Никого из вас оборванцев отсюда не заберут. Никогда. Зачем они его друга обижают? Грела. До свидания, дети. Грела Дубили. Ха-ха-ха-ха. Грела Дубили. Вот, собственно, и первый контракт. Собственно, квест мы сдаем Авентусу. Ну... Грела Добрая. Она... Грела Добрая Мертва. Ага. Я знал, что вы справитесь. Я так и знал. Я знал, что Темное Братство меня спасет. Вот, как я и обещал. Ты ее сможешь дорого продать. И спасибо. Спасибо еще раз. Да подавись, молец. Собственно, после этого мы гребем в ближайшую таверну для того, чтобы отдохнуть. И пробуем отдыхать. Тебе просили кое-что передать. Лично в руки. Посмотрим. Да, вот тут записка. От кого? Не знаю. Жуткий тип такой. Черная одежда. Лица не разглядеть. Но неплохо заплатил, чтобы тебе это доставили прямо в руки. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Спасибо. И где-то тут эта замечательная записка. Не она, кстати. Карта сокровища. Письмо от друга. Не. Красная одежда. Ты же мне ее вручил, да? Товарищ. Купча. Загадочная записка. А вот. Мы знаем. И знак черной руки. Собственно, вот так вот и начинается квест. Давайте пойдем поспим. Я хозя... Я скипал приблизительно где-то дней 5 игрового времени. И вот, что происходит после того, как нам вручают эту записку. Как спалось? Нормально. Какая разница? Тебе тепло и сухо. И ты живешь? Чего никак нельзя сказать про старую Грелот. Верно? Таки, да. Да всему Скайриму уже известно. Старуху прикончили в собственном приюте. А таком молчать не станут. Не пойми меня привратно. Я не критикую. Убийство вышло что надо. Да и старуха сама напросилась. Сиротки тебе теперь по гроб жизни обязаны. Но тут есть небольшая... Проблемка. Проблемка. Наш этот мальчишка, Ретина, искал темное братство. Меня и моих приспешников. Грелот добрая была по всем правилам заказана темному братству. Наша жертва украдена тобой. И за это убийство тебе придется отплатить. Что ж, смекалка у тебя развита. Прошу, обернись и обрати внимание на моих гостей. Я их набрала из... Впрочем, не важно. Важно только здесь и сейчас. Видишь ли, на одного из них заключен контракт. И этот человек не может уйти отсюда живым. Но... На кого? Давай, попробуй угадать. Сделай выбор. Убей. Я хочу просто наблюдать. И восхищаться. Ты повернутая. Молчание? Знак согласия? Что ж, ты знаешь мои условия. Убей, и мы в расчете. Вернуть должок проще простого. Метни нож в нужную цель. Ок. Собственно, у нас есть два пути развития этого квеста. Мы можем подойти и убить кого-то из этих трех, или всех троих. Мы можем попытаться... А другой же путь попытаться убить Астрид. Если мы ее убьем, мы моментально закончим все квесты Темного Братства. Мы сдадим самоубежище агентам Пенитус Акулатус. Мы вычистим всех. На этом же закончится цепочка Темного Братства. Но поверьте мне, поработать наемным убийцей куда веселее. Поэтому я даже с вами разговаривать не буду. тек, стрелу мою зажал. Ты не жадная. И ты жадный. Вот же, блин. Ну и ну. Да ты просто не знаешь пощады. Три варианта и три жертвы. Верно. Ты понимаешь, что важно на самом деле. Когда я приказываю пролить кровь, ты повинуешься. Без вопросов. Без раскаяния. Без колебаний. Возле черной двери тебе нужно будет произнести пароль. Тишина, брат мой. И тебя впустит. Вот тогда-то и начнется твоя новая жизнь. Увидимся дома. Пока-пока. Вот на этом, собственно, и начинается. Ну что ж, отправляемся к хижине. Я вам сейчас покажу, где она находится на карте. И чтобы вы знали, недалеко от Фолктрита, глубоко в лесу. Глубокий-глубокий лес, недалеко от Фолктрита. Или от Фолкрита. Как вам удобнее. И вот, собственно, здесь спрятано убежище темного братства. Что есть музыка жизни? Тишина, брат. Добро пожаловать домой. А, наконец-то. Надеюсь, тебе здесь нравится. Теперь начнется твоя настоящая жизнь в темном братстве. Ты теперь член семьи. Это, как видишь, наше убежище. Более безопасного места не сыщешь во всем Скайриме. Так что чувствуй себя как дома. Хм... Да, молчание тебе идет. Добавляет загадочности. Теперь о деле. Я готовлю для тебя один контракт, но мне нужно время. Пока что сходи к Назиру. У него найдутся для тебя мелкие контракты. Скоро к нам прибудет Мать Ночи. И здесь станет еще интереснее. Да, и еще кое-что. Подарок от семьи. Броня темного братства. Пусть она поможет тебе в твоих начинаниях. Не забудь представиться членам семьи. Они все просто мечтают познакомиться с тобой. Заберу еще, пожалуй, вот это. Но вам все равно тут не нужны. И выкину свою старую броню, чтобы в инвентаре не валялось. Луки. Скрытность. Давайте луки возьмем. Ну и как-то так вот я теперь выбежу. Ну да. С косметической точки зрения говно, конечно. Еще, еще. И сообрази его. Как мне нравится. Ладно, ладно. Погоди. Подожди, а я взял у тебя хвисты. Удачи. Столько контрактов. Ну что ж. Твои объекты. Нищий Нарфи. Бывший хозяин лесопилки по имени Энодий Папи. И Бейтельд, хозяйка шахты. Когда выполнишь эти задания, может найду для тебя еще что-то. Ну ладно. Собственно, вот наша и первая жертва. Бейтельд в Донстаре. Ей не выжить. Теперь займемся следующим. Жертва номер два. Ну и собственно жертва номер три. Теперь к Назиму. Мать ночи, мать для всех. Мы исследуем ее голос. И ее воле. Рискнешь ли ты ослушаться? И разумеется. Я рискну, Цицерон. Я рискну. Продолжай болтать человеческой. И мы посмотрим, что мы... Вы не говорили, Састрид? Бля. Она у бассейна приветствует мать ночи ее маме. Платя не уклюшить. У нее человек прошел долгий путь. Будь с ним хотя бы вежлив. Господин Цицерон. Лично я счастлив, что вы с матерью ночи прибыли сюда. Ваше присутствие означает долгожданный возврат к традициям. О, какой ты мудрый мудрец и добрый добряк. Не сомневаюсь, ты заслужишь расположение госпожи. Конечно же, Цицерон, и ты, и мать ночи здесь желанные гости. И тебя здесь будут уважать, как пристало уважать Хранителя. Понял, муженек? О, да, да, да! Спасибо, спасибо, спасибо! Но имею в виду, главное в этом убежище я. Мое слово закон. Мы друг друга хорошо поняли? О, да, госпожа! Лучше не бывает! Ты главная! Слава, Ситису, вот и ты! Мне уже до смерти надоел этот болтливый кретин. Нам нужно кое-что обсудить. Именно. Отправляйся в город Маркарт и поговори там с помощницей аптекаря. Найдешь ее в ведьминой настойке, в часы работы лавки. Девчонка говорила, что хочет убить бывшего любовника. Судя по всему, она совершила черное таинство. Ее зовут Муэри. Поговори с ней, заключи контракт и исполни его. Сделай все так, как она пожелает. Покажи профессионализм и выполни заказ. Поскольку это твой первый контракт, можешь оставить деньги себе. Наверняка она будет щедра. Они всегда щедры. Ясно. Тогда сдаем квесты на Зиру и отправляемся в Маркарт. Почему-то на меня так смотрят. Темная, брат. Ой, я. Ноги мои, вы и вправду здесь. Черное таинство. Оно и правда сработало. Что мне нужно? Мне нужна жизнь Алена Дюфона. Я хочу, чтобы его нашли и убили, как собаку. Когда мы были вместе, я этого не знала. Но Ален, главарь банды головорезов, разбойников... Они прячутся в две мирских развалинах. Ральфтхаре. Это около Виндхельма. Там у них укрытие. Оттуда они и устраивают набеги. Иди в эти развалины. Найди Алена Дюфона и убей его. На его дружков мне не наплевать. Делай с ними что хочешь. Ален должен умиреть. Хорошо. Как только Ален умрет, я тебе заплачу. Золото. Хорошо. Есть еще одна. Хочешь послушать? Давай. Хорошо. Можешь. Это не все насколы тыщи. Она живет в Виндхельме. Если Нильсен тоже умрет, я тебя не обижу. Я сама собиралась убить Ален. И Нильсен тоже. Устанцов. Я даже сварила особый яд. Экстракт лотоса. Может, он тебе пригодится? Просто намашем свой клинок. Потом... О, как раз два штуки. Пойдет. Я поехала в Виндхельм, чтобы навестить план расколотый щит. Они мои старые друзья и... У них трава. Фрига недавно погибла. Ее убили. Я знаю. Мы с Аленом познакомились в таверне, когда я хотела напиться с горя. Он был красивый, очаровательный. Сказал, что я прекрасная Лилия его мечты. Ален просто исцелил меня от печали. Но оказалось, что все это вранье. Он меня использовал. Погубил мое доброе имя. Поссорил меня с кланом Расколотый Щит. Знаешь, зачем Ален прибыл в Виндхельм? Он прослышал о смерти Фриги. И решил втереться в доверие к скорбящей семье. А потом... Обворовать ее. Он использовал меня, чтобы добраться до моих друзей. И теперь они все думают, что я какое-то чудовище. Ален Дюфон сломал мне жизнь. Я понял. И теперь я хочу отнять жизнь у него. Ну, расскажи мне еще про Нильсин. А ты не понимаешь? Я была Тови как дочь. А Нильсин и Фриги как сестра. Но теперь они не верят, что я не виновата. Ничего не слушают. Неужели они не понимают, что меня использовали? Что я тоже скорбела о Фриги? Нет. Они со мной обошлись как с мусором. Вышвырнули меня. А если Нильсин умрет, может быть Тоба поймет, что она потеряла, а? Может быть тогда она увидит, что я такая же дочь, как и другие. А если нет, пусть потонет в слезах. Это жестоко, но контракт есть контракт. Что они со мной сделали? Вот собственно и наша цель. Что это было? Валим. Вот он мой момент. Ну, что там? Олен. Мертв. Спасибо. Этот ублюдок получил по заслугам. И... Я слышала о Нильсин. Твоя часть договора выполнена и перевыполнена. Вот возьми. Это твоя плата. И... Сувенир на память. Я не забуду тебя. Лучше забудь. В отличие от моего мужа Клиффа, я гостя. А, вот и ты. Ну и как тебе первый настоящий контракт? Наверняка поинтереснее, чем то, что предлагает Назир. Конечно, друг мой. И мои уведомители говорят, что тебе удалось прекрасно себя проявить. Теперь мне нужна твоя помощь в более... личном деле. Да, меня волнует Цицерон. С самого его приезда он вел себя странно, не сказать хуже. Боюсь, он совсем ошалел. Но это еще полбеды. Он начал запираться в чертоге матери ночи и разговаривать с кем-то. Тихо, но очень возбужденно. С кем он говорит? Что они задумали? Я опасаюсь предательства. Пойми, если Цицерон настроит других против меня, против нас, наша семья не переживет такого раскола. Я хочу, чтобы ты прокрался в эту комнату и подслушал их разговор, брат. Ты не сможешь спрятаться в тени. Они тебя наверняка заметят. Нет. Тебе нужно укрытие. Место, куда они не подумают посмотреть. Например, гроб матери ночи. Они не подумают в него заглянуть. Кто в здравом уме станет прятаться внутри? Теперь иди, спеши на их встречу. И сообщи мне все, что узнаешь. До встречи, брат. Что ж, давайте-ка выполним этот квест. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы одни? Да, да, одни. Желанное одиночество. Никто не услышит. Никто не побеспокоит нас. Все идет по плану. Остальное я говорил с ними. И они с нами, я знаю. Волшебник. Кэстус Крэкс. Может быть, даже арганианин. И не дитя тоже. А, а как же ты? Ты, ты, ты говорила с кем-нибудь? Нет. Нет, конечно, нет. Мое дело говорить, выслеживать, видеть и объявлять. Мое! А что делаешь ты? Ничего. Нет, я не злюсь. Нет, никогда. Цицерон понимает. Цицерон всегда понимает. И повинуется. Ты заговоришь, когда будешь готова. Правда? Правда же? Милая мать ночи. Бедный Цицерон. Дорогой мой Цицерон. Такой верный слуга. Но он никогда не услышит мой голос. Он неслышащий. Ой, но как же мне защитить тебя? Как нанести твою волю, если ты не говоришь ни с кем? Но я буду говорить. Я буду говорить с тобой. Потому что ты слышащий. Да, ты. Ты, кто делит со мной мою железную гробницу. Кто согревает мои древние кости. Я даю тебе задание поехать в Лундрут. Поговорить с Омоном Матьером. Бедный Цицерон подвел тебя. Бедный Цицерон просит прощения, милая мать. Я пытался. Я так старался. Но я не могу найти слышащего. Скажи ему те слова, которых он ждал все эти годы. Тьма наступает со смертью тишины. Что? Какая низость. Осквернение, измена и кощунство. Осквернена святость гроба Матери Ночи. Объяснись. Немедля. Говори, черв. Она говорила с тобой о предательстве. О, предательство и обман, ты лжешь. Мать Ночи говорит только со слышащим. А слышащего? Слышащего нет. Она так сказала. Она сказала это тебе. Тьма наступает со смертью тишины. А это верные слова, связующие слова, записанные в книгах хранителей. Знак, которым я долго ждал. Единственный мамочкин способ поговорить с милым Цицероном. Значит, это правда. Она вернулась. Наша госпожа вернулась. Она избрала слышащего. Она избрала тебя. Слава слышащему! Во имя Ситиса довольно. Прочь, глупец. Твоим планам не суждено сбыться. Ты в порядке? Я слышала переполох. С кем говорил Цицерон? Где сообщник? Покажись, предатель! Я говорил с матерью Ночи. Я обращался к ней. Но мать Ночи не ответила. О, нет! Она говорила только с ним. Со слышащим. С кем? О чем ты? Что это за бред? Это случилось! Случилось! Мать Ночи заговорила! Молчание прервано! Слышащий избран! Когда я услышала, как верещит Цицерон, я поняла, что тебя обнаружили. Я боялась худшего. Ты в порядке? Да что же тогда происходит во имя Ситиса? Цицерон говорил с матерью Ночи, но она говорила с тобой. Это что, новый бред этого дурака? Что? Так Цицерон ни с кем больше не говорил. Только с телом матери Ночи. И мать Ночи, которая по всем легендам говорит только со слышащим, заговорила. Сейчас. С тобой. Да. Клянусь Ситисом. И что она сказала? Омон Матьер. Понятия не имею, кто это. Но Волундрут. Про него я слышала. Я тоже. И я знаю, где это. Хм. Нет. Нет. Слушай, я не знаю, что тут происходит. Но я пока еще твой начальник. Это понятно? Мать Ночи, может, и говорила с тобой. Но я все еще глава этой семьи. Я не позволю так просто лишить меня власти. Я... Я должна подумать об этом. Иди к Назиру. У него есть для тебя работа. Я найду тебя, когда буду готова обсуждать этот вопрос дальше. Окей. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, давайте-ка на этом прохождение этой части темного братства закончим. Я хорошо послужил матушке. О, да! Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Ведь лайки это... Ты слышишь? Ты слышишь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok